Всем привет, с вами снова Сергей Лайф и в этом видео мы с вами рассмотрим мониторы JBL LSR305. Ну а спонсором сегодняшнего видео является магазин проекта Wikisound. Здесь вы можете приобрести оборудование по одним из самых лучших цен в интернете и получить в подарок видеокурсы как от меня, так и от других проектов. Если вы хотите поддержать выход новых обзоров оборудования и плагинов, то будем рады видеть вас среди наших покупателей. Монитор поставляется вот в такой коробке, в которой содержится еще одна коробка. То есть получается вот такой вариант поставки с двойной защитой в виде двух коробок. Для того, чтобы аккуратно извлечь монитор, нужно открыть коробку и перевернуть. Дальше ее просто снять. Здесь я уже монитор просто тестировал и поэтому до конца не запаковал. Комплектуется монитор вот такой инструкцией и здесь у нас сразу идет четыре наклеивающиеся ножки на монитор, то есть вниз сюда, чтобы его можно было устанавливать, его не царапал поверхность на которую установлен. Специальный поглотитель влаги и также в комплекте идет вот такой вот сетевой шнур. Сам монитор вот так очень незатейливо обернут таким материалом типа поролона, к которому прикреплен шнур. Давайте детально рассмотрим внешний вид мониторов. Сверху у нас купольный твиттер. Как видите, выглядит он здесь немного необычно. Это рупорная технология, которую использует производитель GBA. Ниже идет светодиод, отображающий включение монитора, он белого цвета и ниже идет 5-дюймовый динамик. На задней панели, как обычно, находятся все элементы управления этим монитором и обратите внимание, что фаза инвертора также находится на задней панели. На мой взгляд, это не самое удобное решение, потому как эти мониторы не получится установить вплотную к стене. На задней панели у нас есть возможность подключения через XLR и через Jack. Ниже идет переключатель низких частот, то есть минус или плюс 2 децибела, и для высоких также плюс или минус 2 децибела. Переключатель чувствительности и ручка громкости. Сразу хочется сказать, что на эти мониторы сейчас акция и их можно купить по цене порядка 130 долларов, а обычная их цена это 200 долларов. И именно на эту цену в 200 долларов и будет опираться данный обзор. То есть все, что будет сказано в этом видео, это будет относиться именно к ценовому диапазону около 200 долларов. Соответственно, если у вас, к примеру, есть возможность взять их за 130 долларов, это, конечно, уже совсем другая ситуация. Ну, давайте начнем с амплитудно-частотной характеристики. Ожидать очень ровную частотную характеристику в этом ценовом диапазоне, конечно же, нереально. И все, что находится в этом ценовом диапазоне имеет те или иные неровности в спектре. У этих мониторов подчеркнут немного низ, то есть низа больше, чем высоких частот. Но изменения частотной характеристики довольно плавные, то есть идет очень плавное изменение, и при первом прослушивании это даже и незаметно. Это просто особенность, к которой довольно быстро привыкаешь, и в работе это совершенно не мешает. Хоть это и 5-дюймовые мониторы, в большинстве миксов не задостаточно. За исключением совсем низастых миксов, где присутствуют саб-басы и очень низкие бочки. Но на самом деле это и не удивительно, просто описывают звук. Это характерно для всех 5-дюймовых мониторов. От высоких частот слух не устает, на мониторах можно довольно долго работать, и в целом звук мониторов довольно приятный. Точность передачи стереокартины довольно хороша для своего ценового диапазона. Обратите внимание, не забывайте, что мы говорим именно про ценовой диапазон в 200 долларов. Это не означает, что эти мониторы звучат так же, как мониторы за 2000 долларов. Планы передний, задний, средний, они прослушиваются, и с ними можно работать. Ширина звуков так же хорошо передается для данной цены. Что касается динамики, здесь мониторы справляются с ней очень хорошо, и на самом деле здесь они меня сильно удивили. Передают на уровне мониторов, ну, уже на голову выше, то есть в районе мониторов, которые за 400 долларов, то есть по передаче динамики они могут с ними конкурировать. То есть характеристики выше своего ценового диапазона. Ну что же, давайте подведем итоги. Мониторы JBL LSR305 – это хороший вариант в своем ценовом диапазоне 200 долларов. Если же их рассматривать в рамках акции, которая сейчас на них идет, их цена порядка 130 долларов. И за эту цену данные характеристики – это очень хорошо. Акция также проходит сейчас и в нашем магазине. Ссылка есть в описании к этому видео. Нередко так бывает, что то, что продается в этом диапазоне ценовом, нельзя назвать мониторами. Мониторы JBL LSR305 – это не тот случай. Работать на них можно, и это очень хороший вариант начального уровня. Спросите, хватит ли их для хорошего сведения рэпа или электронных миксов, чтобы их брали на лейблы. Ну, естественно, если вы научитесь правильно работать и сводить, то да, этих мониторов будет достаточно для того, чтобы делать на них сведение подобного уровня. Но не забывайте о помещении. Без его обработки мониторы в полной степени не раскроются. То есть какое-то минимальное акустическое оформление все же должно быть. Конечно же, если цели более серьезные, то тут нужно присмотреться к более дорогим моделям мониторов. Ну а если бюджет не позволяет, я бы однозначно рекомендовал эти мониторы в качестве одного из вариантов к приобретению. Ну а спонсором сегодняшнего видео, как я и говорил, являюсь я сам. Если вам обзор понравился и вы хотели бы поддержать проект, то не забывайте заходить в магазин проекта Wikisound. Здесь мы стараемся предложить самые выгодные цены. Я также выпускаю и обзоры на оборудование. Они делаются именно для вас, а не для того, чтобы продать то, что есть в магазине. Я стараюсь их делать объективными и поэтому есть и негативные обзоры, как вот видите. Все я это делаю, чтобы помочь вам в выборе и чтобы вы, не имея возможности прослушивания или испытания того или иного оборудования, не сделали неудачный выбор. Буду рад видеть вас в магазине проекта. Вы сможете получить видеокурсы в подарок, поддержите проект и выход новых обзоров. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие видео. И пока.